что друзья очередное доброе утро последний наш день в этих краях более-менее удалось даже выспаться на твердых кроватях которые ощущения что сделаны из поддонов позвоночник болит настроение хорошее выпал снежок всю ночь он шел солнышко выглянуло в общем красотища сейчас мы почистим машину соберем все вещи и можно будет ехать наш следующий поселок поселок угли углеродовский по-моему называется правильно вот там посмотрим на жизнь и быт людей снимаем еще несколько заброшенных шахт после чего уже будем отправляться домой и щеточка вот родим погнали да намело так намело тут вообще окна замело с левой стороны так короче рука сейчас отмернет наверно потом под снимаю лучше данное видео является продолжением рассказа о путешествии в гукова но об этом городе я уже рассказал все что смог хотя возможно чуть позже дополню обзором музея шахтерского труда но это потом обязательно бахнем и не раз весь мир в труху думаю не всем будет интересно смотреть по три ролика подряд про одни и те же края поэтому давайте выберемся за пределы города и посмотрим как живут близлежащие поселки тут может сложиться ощущение что живут очень даже ничего вот например посмотрите уже будущее наступило это я про ветряки выглядят они конечно круто ощущение что оказался на марсе ну и зеленая энергетика это тоже хорошо правда есть некоторые нюансы но о них расскажу в другом выпуске где затрону эту тему более подробно а сейчас посмотрим на бывшие карьеры зимой они выглядят не менее красиво чем летом в основном как видите все они уже выработаны но есть и действующие про тему карьеров тоже расскажу чуть позже а если кому не терпится отсылаю вас на канал нашего товарища он уже сделал материал про них только там речь про те что располагаются в другом районе ростовской области приехали сюда собственно ради они кинского карьера дабы посмотреть на никогда не догадайтесь на что на водопады они кинский каньон как называют его местные возник на месте одноименного карьера по добыче камня и щебня когда все ресурсы были добыты его просто напросто бросили со временем здесь появились небольшие водоемы а сверху стекают 4 водопада которые берут свое начало из отвесных стен каньона из четырех раз что я здесь бывал застал их лишь единожды приезжать за ними скорее всего надо либо весной либо осенью другое время года обнаружить их сложно кстати название карьера видимо было дано из-за близлежащего поселка они кин дела там обстоят примерно как и с карьером он отработан и выкинут на обочину истории руки мерзнут все мерзнет и трюган конечно сильный мало кто знает что у нас в российской области есть и пустыни и горы и скалы и даже водопады обязательно ехать там в адыгию смотреть на все это но водопадами конечно тяжело назвать просто два ручейка сверху со скал бьются вниз иногда чуть сильнее более менее уже похоже на действительно водопад сейчас простите рука отмерзла сейчас там все занесено ничего не видно вот лицо отмерзает просто ужасно рук я не чувствую я мои перчатки все надо прятать ну нафиг добрался до машины как же холодно ужас погода передает вроде вот минус 8 минус 9 ощущается как минус 20 с ветром ну как тебе прогулка хорошая с таким видом планом ваш камера виснет у меня изображение это не успевает за камерой слушай ты в очках в этой кофте как это с горнолыжного курорта какого-то покаталась они кин это хутор в каменском районе ростовской области расположен на реке нижние провали недалеко от границы с украиной здесь имеется всего одна улица улица мира численность населения порядка 150 человек из интересного в оникине был обнаружен лишь заметенный снегом памятник великой отечественной и фундамент здания из дикого камня которые как мне кажется когда-то был церковью или дыка судя по размерам расположению а может и то и другое а напротив стоит заброшенный универмаг где еще висит табличка с надписью ков то есть кооператив в общем вот такие отголоски из прошлого а пути к поселку углерод и заскочили на руины войсковой части номер 46 111 между прочим это был единственный на весь кавказ дисбат сети удалось даже откопать несколько интересных видео как еще в рабочие времена так уже и после того как военные покинули территорию найти старые фото и видео с военных частей советского периода порой невероятно сложно иногда и невозможно так что отыскать подобное большая удача здесь вот например фрагменты из ролика какого-то мужичка который прогуливался по заброшенной территории дисбата в течение 40 минут и с невероятной добротой и ностальгией рассказывал о прошлом данного объекта конечно пацаны нормально пацаны пятки не отрывают вот теперь четко ты снимаешь сразу четкость появилась в изображении и вон посмотри тоже семьи не в натуре класс четко таким образом мы добрались до центрального места сегодняшнего путешествия поселок углерод и пожалуй как обычно начнем с его истории дабы вы понимали о чем речь могли сравнить что было и что стало и так первые горные выработки на территории красносулинского района проводились еще при николае втором в этом поселке в то время были построены две шахты забавный факт для освещения шахты использовались лампы заправленные мазутом а на них была надпись бог в помощь знакомо не правда ли платите и кайтесь с началом первой мировой войны добычу угля прекратили а шахту забросили уже после революции в 1926 году начались работы по восстановлению шахты так как она имела большие запасы угля и уже через год началась добыча в этот же год селения получила статус поселка и название углерод позднее также назвали и шахту в 1930 году построили баню магазины столовую клуб с передвижкой новые жилые казармы открыли школу построено здание комбината здравпункта библиотеки через два года построено здание семилетней школы а также здание пожарной и горно-спасательной частей перед немецкой оккупацией шахта была взорвана после освобождения поселка в 1943 году началось ее восстановление через три года шахту уже восстановили из-за нехватки металла для восстановления копра впервые в угольной промышленности построили без копровое железно-бетонное здание с мощной электрической машиной началось бурное строительство частного жилого сектора также около поселка построили замчаловская карьера управления оникинский карьер с водопадами как раз его рук дело помимо этого появлялись различные комбинаты нерудных ископаемых но местная экономика была заточена не только на промышленности но и на животноводстве поэтому в округе действовали несколько колхозов со временем в поселок провели водопровод отстроили дом быта в котором работала парикмахерская ателье и мастерские численность жителей росла безумными темпами сопутствовали этому направление от гпт у и других учебных заведений появлялись все новые и новые улицы после перестройки все предприятия стали собственностью акционерных обществ с этого момента пошел обратный отчет в 93 закрылась шахта а дальше по цепочке честно сказать что происходит поселке сейчас сложно передать в двух словах поэтому давайте предоставим слово местным жителям парк культуры и отдыха нашего родного поселка единственное место для для отдыха жителей нашего поселка ну как вы видите бурьян вот практически по шею тут же змеи тут же клещи тут же все угодно все что угодно голова администрации он сюда не ходит она ему она ему до лампочки все вот такой парк культуры отдыха поселке углерод вот в этот наш поселковый парк приходят с детками отдохнуть вот где люди могут отдыхать люди мы жители поселка углерод за последние хотя бы 10 лет обращались в мыслимые и немыслимые инстанции по основным вопросам поселка по беде по гор по газификации поселка по освещению по всему обращались трижды к губернатору ростовской области василий юрьевич не пожелал ответить ни на одно из граждан поселка углерод 2 заместитель губернатора рудой тоже на официальном бланке ростовской области правительство ростовской области тоже обещал что в две тысячи восемнадцатом году будет закончен закончена оформление проектно-смертной документации две тысячи девятнадцатом году газ будет поселке все на месте последнее время мы написали обращение генеральную прокуратуру российской федерации вот получили ответы что теперь газификация и прочие вопросы по поселку углерод переносятся там до двадцать пятого года отапливаем углем уголь по 7 тысяч тонн 6 половиной тысяч тонна угля надо купить где-то 4 5 тонн на зиму угля а пенсии у нас какие сами знаете ну дрова тоже дрова негде брать нам ну где вот там рушенные дома конечно где-то что-то берем если рядом где-то есть а мы уже старые нам уже по 70 лет куда мы пойдем больницу нас перекинули на красный сулин прописка красный сулин у нас сейчас в больницу перевели на грязь в красном сулине это представляете как туда добираться а как назад то ехать скажите пожалуйста что здесь у вас война прошла ли что смотрю все развалено разрушены отсюда уезжают почему не газа нету них хрена нету а как чем топить и гуля а молодежь чем здесь молодежь занимается а молодежь ничем занимается честно мою занимается тем что она пьет и все потому что нет ничего не сектор ничего они сами не думайте это не видят видят все прекрасно все прекрасно это меня что это не видно что ты все это видно что дальше это будет я работаю вот именно что все в частных руках участники нихера не хотят платить за копейки на них работаешь. Ну, капитализм уже, хотя лишь капитализм. Это Ельцин козел, пусть он в гробу перевернется. Нельзя говорить, можно договорить. И этот с лысой, с плешней на голове свалил. Ну, вот после Ельцина у нас 20 лет было. Что за 20 лет-то? Ничего не появилось. Вообще, как вы считаете, это нормально, что мы так живем? Я считаю, что мы вообще не живем, а существуем. Хотя нам все рассказывают, все чудесно и замечательно. На самом деле, у нас народ с каждым годом все нищает и нищает. Вот и все. Ну, вот мы сейчас на 67-м месте по уровню жизни, по миру. А я думаю, что мы даже не на 67-м, а на 167-м. Ну, неужели такая богатая страна? Нефть, газ, все есть. У кого? Ну, вроде у нас. Не у нас, у олигархов. У нас ничего нет. У нас ничего нет. У нас 5-6 человек живут в стране, остальные существуют. Думаю, после этого любые комментарии излишни. Поэтому давайте отправимся на руины шахты, которая, можно сказать, когда-то и содержала почти весь поселок углерод. Вот, на спутнике вот это какое-то здание. И вот здесь какое-то здание. От шахты. А на деле просто груды битого кирпича. Ну, да. Вот и вся шахта. Да, вот здесь все это были постройки шахты. Остались только груды кирпича бетона, два террикона и вот это. Осталось это уже выкупил под себя. Плеспо станция, которая еще работает, видимо, для поселка. Она тоже связана как-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Последнее на сегодня место – поселок Алмазный, который уже и не поселок вовсе, а входит в состав Гукова. Это то, о чем уже рассказывал много раз. Города вымирают и к ним присоединяют близлежащие поселения, и вуаля, в Википедии появляется рост в графе населения. Поселок выглядит уютным и тихим, будто жизнь тут остановилась. На самом деле это почти так и есть, так как остановилась шахта, что находится на окраине. Речь о шахте Замчаловской. Она была построена в конце 1957 года, затем несколько десятилетий развития и достижений, модернизация оборудования, шефство над поселком. Пока не отступили 90-е. Хотя надо отметить, что шахта умудрилась пережить нелегкий период. Правда, за все это время не было произведено ни одной реконструкции. Выкачивались все возможные людские и производственные ресурсы, без каких-либо вложений. Это, если что, называется эффективные собственники. Ну или дефективные, тут уже кому как привычнее. К 2012 году шахта была выкуплена уже знакомым нам ОАО «Кинг-Коу». 25 мая 2015 года была прекращена добыча угля. С января 2016 перестали откачивать воду. В настоящее время шахта разграблена и затоплена. Сейчас территория находится под охраной. И в сети иногда появляются новости о том, что нашелся очередной покупатель или инвестор. Но, как видим, на дворе 2021 год. А на дворе шахты – лишь гул ветра и лай собак. Редактор субтитров А.Семкин